МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает выпуск новостей в студии Анастасия Петраша. Здравствуйте и смотрите сегодня. Еще жестче губернатор области подписал распоряжение о введении новых антиковидных мер. Масштабное искусство. На зданиях свободного появляются красочные муралы. Спорт в массы. Во дворах Благовещенска устанавливают столы для настольного тенниса. Воспитать любовь к чтению амурские библиотекари присоединились к межрегиональной научно-творческой конференции. Распоряжение о введении новых мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, подписал губернатор Преамурья Василий Орлов. В частности, речь идет о введении системы QR-кодов в Благовещенске. С 18 октября требования коснутся организаций общественного питания, а с 1 ноября – культурных, развлекательных и спортивных заведений города. С начала следующей недели лица старше 18 лет не смогут посещать ряд заведений Благовещенска без сертификата о вакцинации, справки, подтверждающие отрицательный ПЦР-тест или QR-кода с информацией о перенесенном заболевании. QR-код предъявляется на электронных устройствах или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, либо иного подобного устройства. Также, согласно распоряжению губернатора, рассадка в залах остается неполной. 75% от общей вместимости, сообщает пресс-служба Амурского правительства. По 100 звонков ежедневно поступает на горячую линию по коронавирусу, которая организована для жителей Амурской области. Появилась она в марте прошлого года. За это время операторы приняли около 50 тысяч звонков. Горячая линия по вопросам коронавируса позволила значительно снизить нагрузку на операторов диспетчерских служб неотложной и скорой помощи. Операторы колл-центра дают пояснения по симптомам коронавирусной инфекции, рассказывают о нюансах тестирования и других темах. Чаще амурчане спрашивают о вакцинации, а в последние дни о специальном QR-коде для посещения учреждений культуры и общественного питания. Напомним, в Преамурье это нововведение по примеру целого ряда российских регионов вступит в силу с 18 октября. Депутат Государственной думы от Амурской области Вячеслав Логинов вошел в состав Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его кандидатуру поддержали в качестве первого заместителя председателя комитета. Вячеслав Логинов отметил, что сейчас первоочередная задача депутатов нового созыва Госдумы – подготовка проекта бюджета страны. В приоритете социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Известно, что в целом на социальную политику в ближайшие три года направлено 41,5 триллиона рублей. На развитие экономики и поддержку регионов – более 15, на здравоохранение – около 11 триллионов. Региональный этап всероссийского национального конкурса «Бизнес-успех» стартовал в Преамурье. По его итогам ежегодно отмечают лучших предпринимателей области. Я хочу от имени правительства поприветствовать всех участников уже ставшего традиционным форума. Он проводится у нас в области четвертый раз. И в начале своего выступления хочу еще раз подтвердить намерение правительства Мужской области самым тесным образом взаимодействия с предпринимательским сообществом для его развития. Высокий статус бизнес-форума подтверждается не только приветственная речь о губернаторе области, но и участием целого ряда московских экспертов, в том числе одного из руководителей общероссийской общественной организации «Опора России». Ключевое слово сегодняшнего форума, я бы окрестил, это баланс. Баланс именно как. С одной стороны, нельзя все закрыть, потому что упадет экономика, но с другой стороны, мы имеем рост заболеваний. И где вот эта золотая середина, как раз, наверное, об этом сегодня мы и будем говорить. Вопрос поднимается не впервые. Эта тема широко обсуждалась в рамках различных бизнес-семинаров, дискуссионных площадок и прочих мероприятий, которые в Преамуре проходят регулярно. По мнению главы области Василия Орлова, это свидетельствует о том, что важнейшие вопросы развития экономики в сложнейшие коронавирусные времена власть решает с обязательным учетом мнений предпринимательского сообщества. И это приносит очевидные результаты. У нас в Амурской области работает 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, еще более с половиной тысяч человек, это самозанятые. Мы видим, с какими проблемами бизнес сталкивается. В первом счете, конечно, пандемийные ограничения. Прошлый год был очень тяжелый, несмотря на это мы вышли, на мой взгляд, неплохо. У нас низкий уровень безработицы. Мы увидели, что количество предприятий малого и среднего бизнеса осталось на прежнем уровне. Самое торжественное событие форума – церемония вручения ежегодной премии «Бизнес-успех» в шести различных номинациях. В этом году на нее претендовали около сотни амурских предпринимателей. Двадцать из них пробились в финальный отбор. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. День отца впервые отметят в Преамурье. Распоряжение об этом еще в июне подписал губернатор Василий Орлов. Позже новый семейный праздник указом президента закрепили и на государственном уровне. Таким образом, амурских пап в этом году будут чествовать дважды – 17 и 30 октября. Продолжит тему Анастасия Слесарева. Он добрый, игривый и очень нас любит. Александр Кипко воспитывает пятерых детей. Говорит, они с супругой всегда хотели большую семью. Растить такое количество малышей – нелегкий труд, признается мужчина. Однако он уже привык и никто из ребятней в семье не обделен вниманием. Стараешься каждому найти подход, каждому нужно уделить определенное время, с каждым провести, уделить внимание, то есть найти свой подход. И у каждого свои интересы, каждому что-то нравится свое, у каждого свой индивидуальный характер. Заботливые, внимательные, добрые. Об амурских папах рассказали в региональном управлении ЗАГСа. Ко дню отца в области пройдет ряд мероприятий, в том числе и в онлайн-формате. Например, все желающие могут присоединиться к акции «Папин совет» и «Дело с папой». Для этого с 15 по 17 октября нужно разместить на своей странице в Инстаграм рассказ или видео о трех лучших советах своего отца с тематическим хэштегом. Немало внимания в Преамурье уделяется и воспитанию будущих отцов, отмечают в региональном ЗАГСе. Так, к празднику выпускники школ и высших учебных заведений примут участие в акции. Молодым людям нужно будет рассказать об отношениях со своими папами. Мы сегодня готовим фильм к дню отца. Фильм будет с продолжением. Но в данном фильме, треть, наверное, фильма, будет именно опрос маленьких детей о том, что для него значит отец, и больших юношей и девушек, которые, простите, юношей все-таки больше, которые должны будут ответить на основной вопрос, каким ты будешь отцом, каким ты хочешь стать отцом. День отца. Жители нашей области в этом году отпразднуют дважды. 17 октября на федеральном уровне по указу президента России, а уже 30-го – на региональном уровне. Распоряжение об этом губернатор Василий Орлов подписал 4 месяца назад. В следующем году Преамурье будет честовать амурских пап уже в единый день вместе со всей страной – в 3 воскресенье октября. Анастасия Слесарева, Владимир Долгушин, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В свободном фасаде нескольких домов украсят красочные муралы. Масштабную настенную живопись представят победители проекта «Формула искусства». Арт-объекты будут готовы до 17 октября. Работают над проектом две художницы. Основная тема рисунков – человек, природа, музыка и космос. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел Сибура». Его цель – совместно с жителями менять и улучшать городскую среду с помощью современного искусства и стрит-арта. Развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. «Формула искусства» уже реализована в свободном Тобольске и Башкирском Благовещенске. Как привлечь детей в библиотеку? Поиском ответа на этот вопрос заняты участники межрегиональной творческой лаборатории. Форум для библиотекарей с разных уголков страны проходит в Благовещенске. Подробности расскажет наш корреспондент. Татьяна Красных приехала на эту встречу из Белогорского района. Специалист с 20-летним стажем рассказывает, в ее родном селе Белоцерковке, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, библиотека работает преимущественно в онлайн-режиме. При этом Татьяна Леонидовна не упускает шанс получить новые знания, которые помогут ей привлечь и заинтересовать читателей. Мы, естественно, хотели бы, чтобы у нас такие были условия и в нашей библиотеке, применять все технологии, что здесь применяется. У нас очень мало литературы, ну, поставляется каждый год, но хотелось бы, конечно, посмотреть еще здесь какая литература, себе на заметку взять и уже заказы делать, чтобы наши детки тоже почитали эту литературу. Участие в межрегиональной творческой лаборатории принимают более 80 специалистов библиотечной системы из разных уголков России. Общение коллег проходит как в очном, так и онлайн формате. За три дня работы участники лаборатории побывают в модельных библиотеках Ивановки и Благовещенска, посетят практические занятия и мастер-классы, а также встретятся с авторами детских книг. Любая лаборатория, любой семинар, вебинар, мастер-класс своим результатом должен дать определенный толчок к развитию, в данном случае поднять статус детского чтения, привлечь опять-таки, выработать новые методы, методики привлечения детей в библиотеку. Межрегиональная творческая лаборатория «Книга чтения библиотека» продлится до 15 октября. Планируется, что мероприятие поможет специалистам разработать новые методики привлечения детей в библиотеки, и они выработают рекомендации по сотрудничеству для продвижения совместных проектов. Анастасия Слесарева, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Настольный теннис во дворе. Социальный проект под таким названием летом этого года получил грантовую поддержку главы региона Василия Орлова. Столы для занятий этим видом спорта уже появились в трех районах города. Подробности у Ольги Сысой. Идея установить теннисный стол, рассказывает автор проекта. Настольный теннис во дворе и по совместительству старшая дома по улице Пушкина, 199-1 Евгения Приходько, была давно. Женщина вспоминает подобную спортплощадку. Много лет назад уже создавала руководство судостроительного завода. Когда-то наш дом строился как профилактория судостроительного завода. И сейчас он получил статус уже дома многоквартирного. Давным-давно мы уже не являемся общежитием. Но когда-то в нашем дворе при строительстве завод устанавливал теннисный стол. И он был. И те, кто моего возраста, просто помнят о том, что стол был. И помнят, какое это вызывало желание, какое вызывало стремление. И как это нравилось. Детям, к сожалению, это неизвестно сейчас. Но воспринято это было так. Младшими с любопытством, а старшие – ностальгически. Реализовать мечту в реальность, говорит Евгений, удалось лишь летом этого года. Благодаря грантовому конкурсу губернатора Преамурия уличные столы для настольного тенниса установят сразу в девяти дворах отдаленных районов Благовещенск. Каспич-фабрики, Тайвань, Судоверфи, поселка Мясокомбинат. Сумма гранта – почти 450 тысяч рублей. Этих денег хватило не только на покупку столов, но и транспортировку их с завода-изготовителя. После того, как их все установят, жители планируют проводить внутридворовые и междворовые состязания. Теннис – полезная достаточно игра, настольная. Я думаю, детям будет интересно развиваться. А взрослым? И взрослым тоже. Будете играть? Я, конечно, с дочкой против мамы. В теннис играли, играли в футбол, играли в волейбол. У нас здесь была и волейбольная площадка. Я думаю, и взрослые будут играть, и дети играть, но все-таки придется, наверное, детей учить играть. Теннисный стол во дворе Пушкина 199-1 установили буквально за 40 минут, но радовать детвору и взрослых, уверены жильцы, он будет еще долгое время. Ольга Сосой, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Увидимся в эфире Амурского областного. Редактор субтитров А.Семкин